Мемуары Снудина, все мы были слишком наивными, Лимонде, Франция. Лимонде, Франция. 15 сентября 2019 года. Учитывая американский характер мировой инфраструктуры связи, было ожидаемо, что правительство займется массовой слежкой. Это должно было броситься мне в глаза. Тем не менее этого не произошло, главным образом, потому что американские власти так категорично и с таким напором отрицали подобные вещи в СМИ и судах, так что немногих упрекавших их в лжи скептиков называли помешанными на теориях заговора. Мы, я, вы, все мы были слишком наивными. Для меня это было тем более болезненным, что в последний раз, когда я позволил себя провести, я поддержал вторжение в Ирак и пошел в армию. Когда я начал работать в разведке, то был уверен, что меня никто уже больше не обманет, тем более что у меня был доступ к тайне, серьезная вещь. В конце концов, зачем властям прятать секреты от тех, кто должен их хранить? Иначе говоря, мне попросту не приходил в голову очевидный факт, и все изменилось только в 2009 году, когда меня назначили в Японию в отделение ААН, занимающиеся электромагнитной разведкой. Это была идеальная должность, потому что я стал частью самой эффективной в мире разведки. Хотя официально у меня был статус внештатного сотрудника, возложенных ними не обязанностей и города, где я жил, Токио, было достаточно, чтобы в этом убедиться. По иронии судьбы, только работая в частном секторе, я оказался в состоянии понять, что делало руководство моей страны. Как и в прошлом с СРУ, это было всего лишь прикрытием, и я всегда работал в помещениях АНП. Впервые в жизни я по-настоящему понял, что значит быть единственным человеком в комнате, который понимает не только внутреннюю работу системы, но и ее взаимодействие с другими системами. Завод под ананасовым полем Одна и Бассант находилась на огромном авиазаводе времен Перл Харбора под ананасовым полем в Куне и на Гавайском острове Аху. Этот комплекс из армированного бетона и прорытый вдоль склона холма километровый туннель выходили в три охраняемых помещения, где располагались серверы и кабинеты. Речь шла о Центре безопасности операции региона Куне. Официально я все еще был сотрудником дел, но вновь работал на АНП. Меня отправили туда в начале 2012 года. Однажды прекрасным летним днем, это был мой день рождения, когда я проходил через КПП. Я внезапно осознал, что будущее здесь, передо мной. Не скажу, что решение я принял именно в этот момент. Кстати говоря, с главными решениями в жизни так никогда не бывает. Мы решаемся, не отдавая себе в этом отчета, и только потом, когда мы достаточно сильны, чтобы признать, что наше сознание сделало выбор за нас. Понимаем, что именно такого поведения нужно придерживаться. Такой подарок я сделал себе на 29 лет, и я понял, что вступил в туннель, в конце которого моя жизнь ограничится только одним. Звучит туманно, но это так. Гавайи стали важным центром для американской связи. В частности, это касается обмена разведанными между 48-ми континентальными штатами и Японией, где я работал, а также другими объектами в Азии. Назначив меня администратором системы Шарепаинт, Ант возложила на меня основную ответственность за обработку документов, в результате чего с сообщениями знакомился именно я. Перед тем, как продолжить рассказ, хотел бы подчеркнуть, что мои исследования злоупотребления Ант начались не с копирования документов, а просто с их прочтения. Мне хотелось найти подтверждение подозрений, которые возникли у меня еще в 2009 году, когда я работал в Токио. Три года спустя я был решительно настроен на то, чтобы выяснить, действительно ли моя страна создала систему массовой слежки, и, если да, как именно она работает. Хотя я не слишком хорошо понимал, как вести следствие, мне нужно было понять работу системы до принятия решения о потенциальных действиях. Кубик Рубика я воздержусь от точного описания того, как я делал копии и шифровал их, чтобы Ант хуже спалось по ночам. Как бы то ни было, я все же упомяну технологию хранения, которую я использовал для скопированных файлов. Забудьте о флешках, они слишком неудобны с учетом их малой емкости. Вместо них я пользовался картами сеть Чури Дигитал. Если точнее, я использовал картами и не SD и Мечер SD. Вам прекрасно известно, как выглядит SD-карта, если вы пользовались цифровым фотоаппаратом или камерой, или если вам требуется больше памяти на планшете. Они практически никогда не выявляются металлоискателями, и разве кто-то мог бы упрекнуть меня в том, что я забыл такую маленькую вещь. Тем не менее у небольшого размера SD-карт есть своя цена, передача данных осуществляется чрезвычайно медленно. И пока полоса заполнялась до встречавших со мной с огромным облегчением 100%, я был весь в поту, мне повсюду мерещились тени и слышали шаги. После заполнения карты мне нужно было выйти из здания с этим жизненно важным архивом, пройти мимо начальства и людей в форме, спуститься по лестнице, пройти по пустому коридору, просканировать бейдж, пройти мимо охраны и через камеры безопасности. Речь идет о зонах с двумя дверями, где для открытия второй нужно закрыть первую и пройти проверку бейджа. Если что-то идет не так, охранник наставляет на вас оружие, двери блокируются, а вы говорите, похоже, сегодня не мой день. Каждый раз, как я уходил, я был в ужасе. Я заставлял себя не думать об СД карте, потому что, если бы я думал о ней, то мог бы вести себя по-другому, подозрительно. Как-то я спрятал карту в носке, а однажды положил ее за щеку, чтобы проглотить при необходимости. Я постоянно воображал себе, что по другую сторону туннеля меня поджидает группа агентов ФБР. Обычно я пытался шутить в разговорах с охраной, и тут мне пригодился мой кубик Рубика. Охранники и все остальные люди из туннеля знали меня как парня с кубиком Рубика. Он стал моим-то темным способом отвлечься, как для меня, так и для моих коллег. Большинство, наверное, думали, что я тем самым пытался создать себе умный вид, или рассматривали его как приглашение к беседе на гиг-тематику. Это действительно было так, но тем самым я пытался в первую очередь справиться с тревогой. Кубик Рубик успокаивал меня. Расслабиться я обычно мог только по возвращении домой. Мне всегда не давало покоя мысли о том, что мой дом могли прослушивать. Это был один из очаровательных методов ФБР, когда у бюро возникали сомнения насчет верности агента. Я ложился на диван и залезал с компьютером под одеяло, потому что хлопок сильнее камер. Раз опасность незамедлительного задержания отступала, я мог сосредоточиться на переносе файлов с ноутбука на внешней жесткой диске. Их шифрование с применением нескольких алгоритмов так, чтобы даже если один из них дал сбой, остальные обеспечили бы безопасность. В конечном итоге, отобранные мной документы находились на одном жестком диске, который лежал на столе у меня дома. Я знал, что эти данные были там в такой же безопасности, как в агентстве. Наверное, даже в большей безопасности благодаря использованным мной разным методам и уровням шифрования. В этом заключается несравненная красота искусства криптологии. Немного математики способна на то, что не могут обеспечить винтовки и колючая проволока, сохранить тайну. 40 дней в аэропорту мы приземлились в Шереметьево 23 июня 2013 года, и в теории я должен был провести в стране 24 часа. Но скоро будет уже 6 лет. Изгнание – это бесконечное ожидание. В разведсообществе, в частности в ЦРУ, вас учат избегать проблем с таможней. Ваша цель – стать самым скучным человеком во всей очереди, чье лицо забудется как можно скорее. Тем не менее все это вам мало поможет, если в паспорте указано имя, которым пестрят первые полосы газет. Я протянул бумаги-бородачу в окне паспортного контроля, который отсканировал их и просмотрел каждую страницу. Сара Харрисон, журналистка и редактор Уикилиакс, стояла сзади меня с уверенным видом. Я оценил, сколько времени ушло у стоявших передо мной людей на прохождение таможни, и сделал вывод, что мной явно занимались слишком долго. Потом проверяющий снял трубку у телефона, пробурчал несколько слов по-русски, и к нам практически сразу, гораздо быстрее, чем можно было ожидать, подошли два сотрудника службы безопасности в форме. Один из них забрал документы у человека из окна и повернулся ко мне. Возникли проблемы с паспортом. Пожалуйста, пройдите со мной. Сотрудники службы безопасности быстрым шагом вели нас за собой. Я думал, что мы окажемся в специальном помещении для более подробного осмотра, но мы пришли в роскошную деловую гостиную аэропорта Шереметьево. Мы с Сарой вошли в своеобразную переговорную, где за столом сидели люди в серых костюмах. Их было где-то полдюжины, все с военными стрижками. Один сидел чуть в стороне с ручкой в руке. Он делал записи, был кем-то вроде секретаря. По крайней мере, именно так я это себе представлял. Перед ним лежала папка с кипой бумаги. На обложке папки виднелся черно-белый герб, и мне не нужно было знать русский, чтобы понять смысл. Меч и щит – это главный символ Федеральной службы безопасности. Как и ФБР в США, ФСБ не ограничивается шпионажем и расследованиями, а в том числе проводит аресты. Над центральным местом за столом сидел более возрастной человек, чей костюм был элегантнее, чем у остальных. Его седые волосы придавали ему авторитет. Он уверенным жестом предложил нам сесть напротив, а его улыбка указывала на него, как на увенчанного лаврами офицера. Он откашлялся и на хорошем английском, как говорят в ЦРУ, сделал холодную подачу. Речь идет о предложении со стороны иностранной разведки, которое вкратце можно описать, как приходите работать с нами. В обмен на сотрудничество иностранцам предлагают самые разные услуги, от гор на личности до своеобразной карточки освобождения из тюрьмы, которая может касаться практически всего, как простого мошенничества, так и убийства. Загвоздка, разумеется, в том, что в обмен они хотят получить нечто такое же или большей ценности. Но все это никогда не начинается с четкого и ясного предложения. Если задуматься, странно, что это называется холодной подачей, поскольку подающий всегда начинает говорить с теплотой, легкостью, доброжелательностью, улыбкой на губах. Я понимал, что мне нужно как можно быстрее остановить этот разговор. Если вы сразу не прекращаете это, они могут подорвать вашу репутацию с помощью утечки записи того, как вы обдумываете предложение. Пока этот человек извинялся за доставленные неудобства, я представлял себе расставленные скрытые камеры, и поэтому тщательно подбирал слова. Да? Послушайте, я понимаю, кто вы, и что сейчас делаете. Позвольте мне внести ясность о том, что у меня нет никакого желания сотрудничать с какой бы то ни было спецслужбой. Не рассматривайте это, как неуважение, но я предупреждаю вас, что не стану это обсуждать. Если вы хотите обыскать мою сумку, она здесь. Тогда он спросил меня, «То есть, вы приехали не для того, чтобы остаться в России?» «Нет, в таком случае, не могли бы вы сказать, куда собираетесь дальше?» «Где ваш пункт назначения?» «Кита, Эквадор проездом через Каракас и Гавану», ответил я, хотя прекрасно понимал, что ему и так это известно. Но тут разговор пошел совершенно не в том направлении. «Вы не в курсе?» – спросил он. Он встал и посмотрел на меня так, словно собирался сообщить новости о кончине члена семьи, вынужден сообщить вам, что у вас паспорт, к сожалению, больше не действителен. Я был настолько поражен, что мог только пробормотать, простите, но я вам не верю. Я был в шоке, мое собственное правительство заперло меня в России. США сами нанесли себе страшное поражение, предоставив России такую победу в плане пропаганды. В общей сложности мы просидели в аэропорту библейские 40 дней и 40 ночей. За этот период я подал 27 прошения политическом убежище, но никто не был готов навлечь на себя гнев США. 1 августа оно, российское правительство, дало мне временное убежище. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.